Если вспомнить события 90-х годов, много ярых неонацистов с Украины уезжали в Чечню, чтобы принять участие в войне против России. Поэтому связь между ультраправыми украинскими экстремистами и радикально-исламистским движением Чечни существует уже на протяжении 20 лет. Так что этому союзу не первый день. Но, конечно же, здесь не обошлось без третьих сил в лице западных неоконсерваторов. С украинскими неонацистами и чеченскими радикалами их объединяет ненависть к России. Они готовы на любые действия, какими бы экстремистскими они ни были, чтобы навредить России. Поэтому украинский кризис, на мой взгляд, в очередной раз напоминает нам о существовании оси зла, направленной против России. Она объединяет неоконсерваторов из Вашингтона, Великобритании, Франции и других стран с радикальными украинскими неонацистами и чеченскими радикалами. Это действительно своего рода союз, созданный против России. И сложившаяся ситуация это еще раз подтверждает. Но правый сектор отрицает факт обращения к Умарову, заявляя, что их интернет-страница была взломана. Можно ли их действия расценивать как попытку сгладить последствия? Определенно. Думаю, Запад это очень смутило. Ведь он использовал ультраправые группировки, чтобы привести своих людей к власти в Киеве. А теперь звучат такие заявления. Страну захлестнул экстремизм, и все видят, что ситуация не поддается контролю. Поэтому, думаю, правый сектор попытается отгородиться от всего этого. Но это бесполезно. Все знают, что у него есть связи с чеченскими боевиками. Все знают, что это ультрарадикальная неонацистская группировка. А теперь они пытаются все отрицать, заявляя, что это не их рук дело, что их страница была взломана. Это ничего не меняет. Мы знаем, что там сейчас царит экстремизм. Все это видят. И эта одержимость западной элиты антироссийскими настроениями дорого ей обходится. Это очень опасно и может спровоцировать, кто знает, даже войну. Если западная элита не покончит с этими антироссийскими настроениями, сформированными под влиянием неоконсерваторов, если она не перестанет очернять Россию, то, боюсь, в ближайшие недели и месяцы хаос только усилится.